Инстасамка. Хайп в Инстаграм. Разговор по фактам. Вся нецензурная лексика в книге заменена на Паша Техник. Предисловие автора. «Всё зависит только от тебя самой». Мне часто задают вопрос, как мне в мои 20 лет удалось стать популярной и известной личностью. Отвечаю, всё зависит только от тебя самой. Не надо дожидаться, что тебя пригласят на престижную работу, сделают щедрые предложения. Взять, например, нашу команду. Мы же не сидим, не ждём помощи, сами придумываем идеи и развиваем их, сами кидаем запросы. Кстати, интересных запросов, которые приходят извне, очень мало. Всё делаем сами. Не надо опускать руки, даже если что-то не получается после 10 или 20 раза. Не стоит ждать ни от кого никаких похвальных грамот. Человек должен делать своё дело и работать на результат. Однажды пришла девочка в наш офис устраиваться на работу, принесла грамоты и похвальные листы аж со школы и детского лагеря. Полный угар. Люди не понимают, что вот это всё бумажки. Маму вы ими порадуете, но ими себе не сделаете с их помощью. Бабок не заработаете. В люди не выбьетесь. Забудьте про это, про всё это выслуживание ради того, чтобы кто-то позвал вас на пьедестал и вручил медаль. Пьедестал важен, но только по делу. Сделали реально крутое, значимое дело, залезайте на первое место. Берите. Оно ваше. Только дела — честный показатель крутости человека. Его настоящая стоимость. Остальное, Паша-техник, — мусор. Важно ещё, чтобы никогда преждевременно не загоралась звезда во лбу. А лучше, чтобы она вообще никогда не загоралась. Сколько таких псевдосельбов с короной, смешно смотреть. Вчера ещё в ясли ходил, а сегодня король мира. Схрена ли ты король, хочется спросить. Потому что дяди нагнали тебе подписчиков в имя же созданные аккаунты? Или потому что кто-то просто по приколу сказал тебе, что ты делаешь годный контент? Очень надеюсь, что она, эта звезда во лбу, у меня не загорится так, что я имя своё забуду. Что меня зовут Даша, а не инстасамка. Надеюсь, что такое не случится. А если случится, напишите мне в директ. А лучше не пишите, потому что мне пашет техник, что напишите. За весь тур 2019 года, а это 43 города, на наших концертах побывало больше 10 тысяч человек. Соответственно, было получено много информации и реакции на этих людей от хороших эмоций до негативных. Об этом я попозже расскажу. Но сейчас одно отмечу. Я насмотрелась на людей, и могу сказать следующее. По людям, как правило, сразу видно, насколько они готовы действовать, развиваться, идти вперёд. А не прозябать, не сидеть на шее у мамы-папы. Это та энергия, которую я ценю в людях. Это мои люди, потому что я такая. Всё в моей жизни зависит от меня, и я стараюсь делать максимум из того, что могу. Когда на меня свалилась популярность, я не знала, как ею управлять. Что ты чувствовала, когда поняла, что стала очень популярной? Когда на меня свалилась популярность, я не знала, как ею управлять. Конечно, вела себя как свинья. Не знаю, зачем я это делала. В общем, не сказать, что жалею. Возможно, в тот момент это нужно было. Но я это делала неосознанно. Вела себя как избалованная девочка, которая сама себя распустила. Я просто приходила и говорила. А знаете, между прочим, я самая Паша-техник здесь. Забейте меня в гугле и в других поисковиках, и увидите, что я самая Паша-техник. Примерно так отвечала. Да, это была корона. Но сейчас я это осуждаю. Это высокомерие, это тупо. Я изменилась. Изменила своё отношение к своей популярности. Это не повод ставить себя выше других. Возможно, это было нужно, потому что всё Паша-техник от моего поведения. Ничего хорошего не писали. Нигде не видела, чтобы мне подписали «Какая хорошая девочка». Я многих бесила тогда, и сейчас куча людей меня ненавидит. Но уже не из-за короны, а из-за моего успеха, который я сама себе обеспечила. Ненавидят, потому что завидуют, потому что сами не в состоянии поднять свою жоу с места. Ты и так целенаправленно себя вела? Я так веду себя на съёмках. Дома нет. И считала, что если у человека было меньше подписчиков, чем у меня, или даже пусть больше, но интерес был меньше, чем ко мне, то Паша-техник — это не человек вообще. Если он полез в эту сферу, блогерство, и не раскрутился, как я, то должен уйти. Я тогда считала, что я Паша-техник, как умею этим пользоваться. Сейчас я, конечно, думаю, это Паша-техник. Высокомерие — это тупость, это конкретный занос. Если ты достойна своего успеха, если он не свалился тебе с небес, то ты им гордишься, это да, но ты в него не тыкаешь других носом. Смотри, я охренеть, какая Паша-техник, а вы нули. Расскажи про первый свой альбом. Сначала два сингла вышли, которые потом вошли в первый альбом. Я не могу его похвалить. Я же говорю, у меня произошла переоценка ценностей. По-другому сейчас на многие вещи смотрю. Мне кажется, прослушивания набрались только из-за того, что у меня была хорошая активность. Участвовала во всяких шоу, давала интервью. У людей ко мне был высокий интерес. И только из-за того, что я ходила и говорила, какой Паша-техник будет альбом, набрались прослушивания. Если смотреть по качеству моей подачи, то это просто аут. Это детские потуги, вообще несерьезно. Сейчас я делаю вещи в миллионы раз круче, но это нормально. Тогда я была зеленая, я училась и проходила через огни, воду и медные трубы. Но я рада, что сейчас я повзрослела. Если бы не стримы, не хоть какие-то полученные деньги с альбома, я бы его вообще удалила отовсюду. Мне жалко потраченных денег. Я могла бы сделать лучше. Мы столько бабок вбухали, а получилось вот это. Стыдно. Ну ок, за первый альбом стыдно. А за выступления те? С выступлениями неоднозначная тема. Не всегда все проходило хорошо. Хотя мне нравится выступать, потому что за это платят деньги. Мне нравится, что я не работаю в офисе и не распечатываю бумажки. Мне нравится, потому что я себя такой и представляла с первого класса, когда с первой парты смотрела в окно. Мне нравится работать в студии, это круто. И мне нравится получать деньги за то, что я делаю. Деньги — это чистый кайф, сильная энергия. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине «Литрес». Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...